Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно. Заслуженную артистку России Ирину Цевину, вдову Евгения Евстигнеева, в последнее время не узнать. Еще три недели назад в студии прямого эфира вместе с молодым возлюбленным красивая и счастливая Ирина уверяла, что ждет от него двойник. Однако спустя короткое время в редакцию программы попало видео, как молодой возлюбленный Цевиной Денис Сердюков сбегает от нее, выбравшись из окна. Актриса после этого уходит в запой и сейчас выглядит опустевшейся женщиной, сломанные ребра, затрясение мозга, травму головы. Сама Ирина не может объяснить, что произошло, и предполагает, что ее кто-то сглазил, наверное, порчу. Я начала ходить на странные вещи на пороге квартиры, например, рассыпанный рис. На даче образовалось огромное пятно плесени, в коробке со спичками лежали волосы. После этого меня как отрезало от Дениса, рассказывает Цивина. Сотрудники программы застали артистку всю в крови, в неадекватном состоянии. Эксперт-психолог считает, что Цивиной необходима психиатрическая и наркологическая помощь, курс которой поможет ей продлиться от трех месяцев до полугода. При этом Денис объясняет свой побег через окно тем, что якобы Ирина спала. Ему надо было уходить. Он не хотел ее будить, а ключи о двери не нашел. Правда, он подтверждает, что отношение к нему Ирины изменилось совершенно внезапно. Она вдруг заявила, что не хочет его видеть. Связано ли все это с тем, что недавно Цивина оформила на Дениса генеральную доверенность на все ее инощество? Почему на самом деле Денис сбежал из квартиры Ирины по карнизам и куда-то пропал на три недели? Правда ли, что Ирина пила все это время? Можно ли помочь актрисе справиться с пьянством? Помимо ее воли и способен ли хоть какой-нибудь мужчина Замет затмить ее сердце и встигни его? Что скрывают подруги и чего боится она сама? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok